Всем привет, с вами Андрей и это ролик про пиранью. Ой. Всем привет, вы на канале Хоббит Варгеймер, с вами Андрей и это новая рубрика. Говорим о Тау, говорим о высшем лагере. В серии роликов буду рассказывать про юниты, которые у меня есть в коллекции, которые я буду приобретать в свою коллекцию, ну и следовательно, которыми я буду активно играть. Затронем и правила, и процессы сборки, какие-то определенные нюансы. Ну и следовательно, под конец покажу вам собранную модельку. Конечно же покрашена, так что давайте начинать. Как вы уже поняли, в этом ролике у нас будет пиранья. Я врубил себе коробочку, потому что раньше правила были говно. Сейчас на момент индекса правила очень приятные, она стоит дешево, может что-то делать на столе, по крайней мере жить, надоедать противнику и возможно даже что-то убивать. Так что давайте посмотрим на литники. О коробке говорить особо нечего. С одной стороны нарисована покрашенная моделька, это коробка, наверное, вообще 8 или 9 редакции, древняя, пусть сейчас новый дизайн. А здесь показаны варианты других цветов. В принципе, все. Даже, смотрите, эта старая коробка настолько, что тут показаны рекомендуемые цвета для покраса. Такой вот раритет. Ну давайте смеем, что внутри. А все. Такая вот смешная инструкция. Как говорится, на один разворот. Ну, декальки. Декальки у нас 15-го года. Самые последние свежие. Прозрачная база. Штырьки. Аж в большом количестве для дронов, как я понял, да? А вот смотрите, смешно. Дронов-то два, а база всего одна. Что, реально что ли? Да, смотрите. Не доложили. Не доложили, ГВшники. Ну ладно. У меня таких баз дофига. В принципе, это вообще не важно. А знаете, что еще? Чего еще нет? Нету шарнира, как я понял, да? А что это его, почему нет? Грустно, ребят. Я потом позже вам покажу, о чем я говорю. А нету такого шарнира. Грустно, грустно. Давайте посмотрим быстренько инструкцию. Тут можно увидеть старый профиль. Это, значит, седьмая редакция. Потому что, видите, есть борта. И два хила у нее. Третий баллистик скил. А где мув? Мув не вижу. Ну, наверное, какой-нибудь там... Не помню, как вы видите. Апгрейд его. Сколько очков стоило? 40 стоила другая пиранья. 8 стоила ракета. Фига себе, да? И физионом-бластер еще 10. То есть, представляете, две ракеты она может носить. Еще десятка из физионом-бластера. Это уже у нас получается сколько? 50 и... 16. Дофига. И ход-оборот, как говорится. Собрали. Собрали, как говорится, основное оружие. Потом покажу вам, как его можно магнить. Это очень просто. Дрончиков собрали. Пилотов. Собрали, как говорится, турбины. Все дело склеили вместе. И, как говорится, все. Видите, второй вот такой базы у нас нету. Грустно, но не страшно. Давайте смотреть литники. Литники у нас 2005 года. Представляете, ГВ продает за фулл прайс такие старые модели. Я уже знаю, что у нее будут огромные зазоры. Потому что я такую уже собирал. Ну, что. Остается только мечтать, что будет, как говорится, новое переиздание. На этом литнике мы видим крылья, турбину, другую часть этих турбин. Часть отведена для простых гандронов. А, ну и все. Что? Вот тут еще приборка управления, какой-то визор. Ноги наших парней пилотов в ужасном качестве. Ну, вы их все равно не увидите, поэтому без разницы, какое качество. Это у нас воздухозаборники, да? Во втором литнике у нас днище такое вытянутое. Пилоты. Это нижняя, как сказать, башенка, в которой встает оружие. Еще части пилотов это уже их не полуторсы, да? Зад пирани с габаритами. Кстати, вот зачем габариты, непонятно, что там будет задним ходом ехать. Бурста. Основной, как говорится, часть фюзерляжа. Ну, по дизайну она, конечно, прикольная такая, прямо видно, что она стремительная. Да и все, что? Вот и все. Деталек очень мало, надеюсь, соберем быстро. Как будем красить, уж посмотрим. Снимаем детали с литников модельными кусачками. Правильное решение будет зачистить все детали, иначе на стадии покраса все косяки будут видны. Заклеил пластилином места склейки пилотов, чтобы туда не попала грунтовка. Пилотом заменил головы и наплечики, так как эти детали, по моему мнению, самые такие уставшие, самые ужасные в этом наборе. Замагнитил вооружение. Некоторые детали неплотно подходят друг к другу. Склеивая их, мы будем использовать простую резинку. Стянем детали и дождемся полного высыхания. За кадром оформил базу. Как оформлять такие базы, у нас есть ролики на канале. Модель собрана. Я был приятно удивлен. Все-таки набор 2005 года, но собирается легко и без таких прям серьезных косяков. Зашлифовал все борта. Вот тут немножко появились щельки. Ну как появились. Потому что вот неплотно бока встали, появилась щель. Но это такой самый не страшный косяк. Его будет даже возможно и не видно. Почему я в принципе был привзят к этому набору? Потому что до этого и в принципе в промежутке сборки я также собирал фишу. А у фиши вот огромные щели были здесь. и здесь. Вот тут. Сказать мне вот тут. Все это, видите, я вышлифовывал опять же. Ну, а речь, как говорится, не про него, а про пираньку. Так что набор хороший. Даже в современных реалиях его можно брать. Так же, как и альтернативу. То есть, косяков прям таких сильных не должно быть. осталось только покрасить. Магия монтажа и модель покрашена. Смотрите, какая красота. Правда же, Андрей молодец. Посмотрите на этих храбрых пилотов, которые готовы вас расстрелять прямо из пистолета. Мельта в носу. Она у нас на магните, как я уже вам рассказывал. Покрасил вот бурсту. Но, скорее всего, никогда ее не буду использовать. По заветам Ромы надо покрасить все детальки. Так, что у нас дальше? Дальше помните, я вам говорил в самом начале ролика, что не хватает вот такой штучки. не хватает в наборе вот такой штучки. шарнир, который позволяет разное положение модели придать. Вот. Как видите, может такое более агрессивное делать. Агрессивное, динамическое. Смотрится бомбезно. И я его взял из набора вот с этой пираней. Так что у меня теперь их две. Не знаю, почему в этом наборе этого шарнира не было. Но так же, как и не было одной из подставочек для дронов. Но, в принципе, это не важно. На тему базы вот так вот простенько ее оформил. Ну, простенько, но со вкусом. Вы можете также достаточно посмотреть ролик про базы, который есть на нашем канале. Давайте разберем правила. Сейчас у вас выплывет окошечко с правилами. Как вы видите, правила нормальные. Надо сказать, отличные по сравнению с прошлой редакцией. Хорошая Тафна, хорошее количество жизней. Сейф, конечно, остался таким же. Но возможность бесплатно взять и две ракеты и мельту это прям очень круто. Появилось правило и скаут мук. В принципе, играть можно. Играть, наверное, даже нужно. У меня вот их две. Возможно, стоит добить до трех и наслаждаться унижением противника. Как говорится, стрельбой в упор из пистолета. Друзья, на этом ролик подходит к концу. С вас лайки, комменты. Скажите, стоит ли мне продолжать рубрику такую полухобийную, полуаналитическую, можно так сказать, где я буду модельку красить, рассказывать о правилах, каких-то там нюансиках. Если надо, пишите в комментах. Если не надо, все равно пишите в комментах. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, на наш паблик в Телеграме, на нашу группу в Телеграме, на канал. Подписывайтесь, везде подписывайтесь, оставляйте свой след, ставьте лайк. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok